23 государства Евросоюза договорились о более тесном военном сотрудничестве. Это еще далеко не единая европейская армия, но уже важный шаг в ее направлении. А благодарить за этот шаг нужно в первую очередь президентов Путина и Трампа. Но прежде чем переходить к благодарностям, надо разобраться, о чем именно договорились европейцы и как это будет работать. Правила Евросоюза позволяет странам-участникам заключать между собой договоры в более узком кругу. Один из самых известных таких договоров — Шенгенский, о границах и таможне. Поэтому первый договор в сфере обороны по аналогии называют военным Шенгеном. Официальное название новой программы — постоянная структурированная кооперация, сокращенно ПЕСКО. ПЕСКО позволяет быстро, без дополнительных формальностей, перебрасывать из страны в страну войска и тяжелую технику, обмениваться данными спутниковой разведки, совместно готовить военных и быстро реагировать на кризисные ситуации. Одна из главных целей договора — снизить расходы и повысить эффективность. В армиях европейских стран много дублирующих структур, от которых вполне можно отказаться. А это не только сэкономит деньги, но и ускорит все процессы. В новую структуру на первом этапе войдут 23 из 28 стран Евросоюза. Причем не только члены НАТО, но и нейтральные Австрия, Швеция и Финляндия. ПЕСКО не собирается заменить НАТО, но кое в чем ее дополнит. Европейцы считают, например, что совместно они могут гораздо эффективнее противостоять гибридной войне, пропагандистским кампаниям и кибератакам. Кстати, чуть ли не самая передовая в мире страна в области кибербезопасности — это Эстония. И вот тут самое время рассказать об угрозах, на которые европейцы собираются реагировать. Та же Эстония стала киберкепостью не просто так. В 2007 году Эстония первой в мире столкнулась с агрессией нового типа, которую теперь принято называть гибридной. Тогда власти Таллина решили перенести советский памятник солдату-освободителю из центра города на военное кладбище. А Россия отреагировала на это очень агрессивно. Российское телевидение стало рассказывать, что эстонцы — наследники нацистов — собираются разрушить и памятник, и военное кладбище. При участии российских провокаторов в Таллине начались массовые беспорядки. А одновременно с беспорядками начались хакерские атаки на банки, правительственные органы, СМИ и инфраструктуру. Так что несколько дней страна была буквально парализована. Атаки производились из России. Российские власти утверждали, что не имеют к ним никакого отношения. Эстония к тому моменту уже была одной из самых интернетизированных стран в мире. И после этого эпизода стала тратить большие ресурсы на кибероборону и теперь готова делиться с союзниками опытом и технологиями. Но уж после нападения России на Украину стало понятно, что агрессия может не ограничиться провокаторами и хакерами. В общем, Путина можно поблагодарить за то, что он развязал войну у границы Евросоюза и заставил европейцев серьезно задуматься о собственной безопасности. До сих пор европейцы, а особенно немцы, в этом вопросе полагались на помощь США. И тут мы должны поблагодарить еще одного президента, Трампа. Он столько раз выступал против НАТО, что в Европе наконец поняли, защищаться нужно самим. А для начала нужно привести в порядок собственное военное хозяйство.